Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Камила Хайрулина. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. Лыжня России 2021. 115-летие со дня рождения великого татарского поэта Мусы Джалиля. Семинар молодых ученых в набережных Челнах. В представительском корпусе Казанского Кремля прошло заседание антитеррористической комиссии. Вел заседание президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. В мероприятии принимали участие государственный советник Республики Татарстан Ментимер Шаймиев, премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, а также представители министерств и ведомств Республики, общественных и образовательных организаций, в том числе ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Основной темой заседания стало подведение итогов деятельности в 2020 году и постановка задач на текущий год. 15 февраля исполняется 115 лет со дня рождения татарского поэта, журналиста, героя Советского Союза, лауреата государственной премии Мусы Джалиля. Ежегодно в этот день соотечественники отдают дань памяти великому поэту, в том числе и в Казанском университете. Смотрим. По традиции сотрудники и учащиеся в вузы возложили цветы к бюсту Мусы Джалиля. Торжественная церемония стала ежегодной с тех пор, как в 2016 году в ректорском садике на аллее славы Казанского университета был создан монумент. Участие принял ректор Ильшат Гафуров. Мусы Джалиля имел тесное отношение к Казанскому университету. Более того, он выпускник педагогического института, в дальнейшем государственного педагогического университета, татарского гуманитарного университета, который в 2010 году стал составной частью нашего федерального университета. Великому поэту было суждено прожить короткую, но яркую жизнь. В годы Великой Отечественной войны он стал военным корреспондентом, принимал активное участие в военных действиях. В 1942 году попал в плен к немцам, где организовал подпольное движение. Занимавшийся побегами пленных и восстаниями, после чего был арестован и казнен в возрасте 38 лет. На родине долгое время его считали изменником, и лишь только почти через 10 лет его честное имя было восстановлено. Не просто складывалась его судьба, и, наверное, вы знаете об этом. Долгое время его имя пытались забыть. Многие близкие не хотели вспоминать моменты дружбы с этим человеком. Но судьба человека, она так устроена, что если ты делаешь позитивные шаги на этой земле, то рано или поздно будут исходы. Сегодня имя Мусы Джалиля широко известно не только в России, но и за ее пределами. Вспомнили его знаменитые произведения и на торжественной церемонии, в которой приняли участие и самые юные представители Казанского университета. У меня впечатление некой скорби. И я очень сожалею, что такой поэт ушел из жизни так рано. Но мы не забудем его произведения. Он подарил нам много чудесного. Я чувствую, что эти люди дали нам много. И нужно каждый год посчитать им память. Именно это важно. Главное ведь не то, умер человек или жив. Главное, что его не забыли. Диана Шеленкова, Ленар Тулетьяров, Универньюз. Студенты Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского университета побывали на поезде здоровью 2021. Мероприятие прошло на базе астрономической обсерватории имени Энгельгарта. На свежем воздухе ребята покатались на лыжах по лесу и прогулялись по территории обсерватории. В Казани прошла всероссийская гонка «Лыжня России-2021». В городе были определены сразу несколько площадок для проведения соревнований. На берегу Казанки, на улице Гаврилова, в Аметьевском лесу и в поселке Нагорный. Основной старт состязаний был дан на стадионе «Локомотив» в поселке Юдина. Подробнее в следующем сюжете. На улице нулевая температура, но сейчас по-настоящему жарко на трассе всероссийской гонки «Лыжня России». Испытали сегодня свои силы более 18 тысяч человек. Среди них сотрудники и студенты Казанского университета. Очень интересно все, очень организованно. Все очень хорошо. Мы, я думаю, что справимся и с погодой, и с гололезницей. Но погода все же повлияла на трассу. Лыжникам приходилось не просто из-за обледенения снега и было немало падений. Несмотря на это, на спортивный праздник собралось много желающих покататься на лыжах. У нас забеги норматива тоже прошли, забеги спортсменов прошли, ВИП-забег прошел. Вот сейчас ветераны стартовали, и сейчас вот общий массовый забег будет. Любители спорта на общем забеге проехали более двух километров. Своими эмоциями после проката поделилась одна из студентов Казанского федерального университета. Я не скажу, что я ехала быстро. Я два года не стояла на лыжах после школьных физических занятий. А сейчас испытываю очень крутое удовлетворение. Я давно хотела покататься на лыжах, и сегодня была такая возможность. Я согласилась сразу же, когда узнала об этом. Было очень круто, весело. Спорт – это не просто польза для здоровья, но еще и эмоции людей. Энджи Минибаева, Фарид Захедуглы, Универньюз. В студенческом конструкторском бюро Казанского университета «Цифровые платформы» прошел день открытых дверей. СКБ занимается подготовкой студентов к профессиональному развитию, готовит конкуренции на рынке труда в сфере IT. Зарекомендовавшие себя студенты по окончании стажировки получат предложение о трудоустройстве. К нам может прийти любой желающий. Мы рады всем студентам, которые проявляют активность. Мы любим работать с теми людьми, которые имеют активную жизненную позицию, то есть кому что-то интересно, что-то делать, узнавать что-то новое, работать в профессиональной команде, развиваться. В Набережных Челнах стартовал научный семинар молодых ученых Казанского университета. Комплекс мероприятий направлен на развитие научно-исследовательской деятельности студентов. О том, как прошло мероприятие, смотрите далее. Семинар молодых ученых открыл заведующий кафедрой Набережно-Челнинского института Казанского университета Алексей Исавин. Всего в рамках недели заявлено 8 мероприятий. Встреча носила неформальный характер. Студенты по очереди выступали с докладом, раскрывая тему своих научно-исследовательских работ. Моя тема для дипломной работы получается совершенствование бизнес-процесса информационно-технологического сопровождения с помощью создания ВК-бота для ООО «Фирмы Лист». Я две практики проходила на предприятии ООО «Фирмы Лист», заметила такую проблему, что они практикантам дают задание рассылать рекламу для разных групп и клиентов. Я решила автоматизировать этот бизнес-процесс. Самым необычным стал лекторий, организованный кафедрой иностранных языков. На семинаре рассказали, как создавались клингонский и эльфийский. Вспомнили знаменитый фильм «Аватар», где основные персонажи говорят на языке на ави. Рассмотрели эсперанто и оценили сложность искусственного языка для европейских носителей. Завершится научный марафон 20 февраля мастер-классом, на котором студентам будут рассказывать о структурах форм на основе пластики. Ариадна Кугушева, Универ Ньюс. Молодой ученый Казанского университета Вероника Югай разрабатывает смеси для сохранения целостности клеток опухолевой ткани. Недавно она стала победителем конкурса «Умник». В основном Вероника изучает опухолевые клетки у пациентов больных раком яичников. Все подробности далее. Биологический материал, в частности опухолевая ткань, хранятся в специальных биобанках с учетом определенных условий, соответствующих тому или иному научному исследованию. Вероника столкнулась с проблемой сохранения имеющейся у них опухолевой ткани человека. Опухолевую ткань нужно хранить в жидком азоте, но при процессе заморозки и разморозки, без использования каких-либо дополнительных компонентов, эта ткань повреждается. Материал, с которым работает Вероника, был получен в рамках сотрудничества Казанского федерального университета с республиканским клиническим онкологическим диспансером имени Сигала. Помочь этот материал может при изучении новых биомаркеров опухоли, например, лекарства или находить какие-то мишени в опухоли. Несмотря на сложности, Веронике удалось показать, что аутофагия может быть причиной подавления выполнения функций химиотерапевтических препаратов. Она показала это с помощью проточной цитометрии. Если подавить процесс аутофагии, выясняется, что действительно увеличивается количество апопотетических клеток. Это было показано на модели клеток рака яичников. Елизавета Никитина, Виолетта Басова, Универ Ньюс. На этом все. В студии была Камила Хайрулина. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok